Девушки отдыхают Я ни разу не была девственниц А ты что, уже хочешь начать половую жизнь? Ну а при чем тут это? Парня найти хочу У меня уже большой опыт общения с девушками И я знаю, что сначала девушкам необходимо найти опытного партнера Ты же, наверное, еще не хочешь замуж Но уже хочешь заниматься любовью Замуж не хочу, какой вы опытный Вот-вот, да уж настолько, что очень часто девушки встречаются со мной только ради классного секса А ты смогла бы встречаться с таким, как я? А небольшая ли разница в возрасте? Ну я же не замуж тебя зову Ну все равно Я думаю, что в постели ты будешь только рада моему возрасту Ты что там, возбудилась уже? Нет, не возбудилась Я же писала, что мне парень нужен Мы же выяснили, что тебе нужен опытный партнер, а не жених Взрослый мужчина никогда в жизни не подастся на провокацию ребенка и не пойдет навстречу несовершеннолетней девочке Подождите, но перед тем, как его в чем-то обвинять, давайте в первую очередь обратим внимание на тот поступок, что человек пришел в общественное место видеться с девушкой Зачем он туда пошел, 14-летняя девочка? Он же говорил, что он не дозвонился и не было контакта телефонного Понятное дело, что человек подозревал, скорее всего, что, возможно, это не девушка пишет Ну, давайте мы не будем обвинять за этого же человека в преступлении То есть пусть побольше будет таких сознательных людей, которые, не дозвонившись человеку, пойдут и будут вставлять мозги Потому что вот такие люди будут нормальных людей обвинять в цели наживы Неужели вы не видите? Я полностью поддерживаю эту девушку То есть вы тоже ничего страшного не видите в том, что Володя пошел на встречу с 14-летним подростком Он в общественном месте, так что... Так, прошу вас Я как раз, к сожалению, не поддерживаю, я вообще не понимаю, как можно... Что делал преподаватель института на секс-сайте у 14-летней девочки? И что он там делал? Представьте себе, чуть-чуть вот спроекцируйте снова-таки ситуацию на себя Сейчас вы сидите с позиции такого себе суди-дреда, да, вот как сказал Эдуард Но сейчас вот на секундочку замыслите себе, хотя бы на секундочку Вы, принимая в очередной раз очередного педофила, как вы считаете, да, то есть Случайно ломаете ему руку, случайно ломаете ему ногу Либо человек сердечно больной, у него становится сердце И причинно-следственная связь с его смертью вы и ваши действия Что в этот момент происходит? Стоп, в этот момент происходит, вот вся эта толпа кричит А, ты убийца, ты скотина, ты убийца, ты животное Вот как говоришь... Значит, смотрите, какая история, вот на самом деле, у меня идея замечательная И действительно, я, наверное, тоже соглашусь с нашими экспертами о том, что вы делаете правильное дело Но я... меня смущает один факт Вы с чего взяли, что эти люди действительно педофилы и почему вы их приговариваете? Вопрос такой, вы бы пришли на встречу с 15-летним мальчиком? На встречу с 15-летним мальчиком, то есть, после определенной переписки Где планшет, то есть, мне... Я вам просто покажу банальную вещь, которая ужаснула меня Это было вчера в Киеве в гостинице в 23.50... Это тоже Владимир? Нет, нет, не Владимир, это был киевский товарищ, который... Мне просто интересно, то есть, какой невиновный человек такое бы писал В 23.50 в киевской гостинице, когда я уже лежал, то есть, готовился ко сну На анкету мальчика 15-летнего написал некий товарищ с Киева То есть, я сказал, что я сижу, я в квартире сам И я приехал на соревнования, на что он предложил мне сексуальную связь, ну, то есть, на анкету Я спросил, ну, не знаю, это больно В ответ я услышал, сначала я тебя раздену, начну гладить, поставлю на колени и дам тебе полизать мой стоячий член Потом ты нагнешься, я медленно вставлю головку, одну головку После этого... А, и одной рукой буду дрочить твой член Ты сам захочешь, чтобы я засунул в тебя полностью Это написали 15-летнему мальчику, 35-летний мужчина Понимаете, просто одно то, что вы ставите себя на место этого мальчика Для меня, как бы, закладывается мнение, что и вам это заставляет удовольствие Да, да, на самом деле Вы раскрыли мою сексуальную фантазию И дело вот в чем Этот товарищ в дальнейшей переписке сказал, можно я буду называть тебя Юленька? Я спросил, как мне стоит тогда называть его, он сказал, мой господин Это 35-летний мужчина, написал 15-летнему мальчику Да это больной на голову, на всю голову Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!